Окончательно мне это стало понятно в армии, но получилось практически как в кино. Киномеханики есть! Я! Бац! Шаг вперед! И остался при клубе с его двумя раздолбанными аппаратами модели КМ-15. Не, ну не самая плохая техника. И всяко лучше, чем ходить в строем и получать печки от стариков. Служу себе потихоньку, кино показываю, радиоузлом заведую. Про Пушкина даже как-то не вспоминаю. Ну уж думаю здесь, в армии, но наши дороги точно не пересекутся. Кому он здесь нафиг нужен? Но не тут-то было. Вызывает меня как-то замполит. Петунь! Я смотрю, ты один из всех этих чурок, один более-менее нормальный. Но это не к тому, что у нас в части вся последняя партия спорта из южных республик. Дрючек их нещадный. Петунь, ты хоть помнишь, что через два дня, седьмое ноября, помню, говорю. Ну сам, конечно, нифига не помню. Помню только, что мне полтора года до гембеля, а остальное мне по барабану. А он, ну, надо это как-то поторжественнее отметить. Это, ну как его этого, ну Пушкина любишь? Ну я так уклончиво ответил. Я в 69-й школе имени Пушкина учился. Смотрю, сапарит повеселел. О, говорит, значит, прочтешь на моего стихотворение, вроде кабристов это, во глубине сибирских рот, храните, храните что-то там терпение. Как там дальше? А я-то знаю. Я в школе так и не смог его выучить. А почему я спрашиваю? А кто еще, Мамедов что ли? Он по-русски не то что читать, говорить не умеет. А потом так, подозрительно. А ты что это? Пушкина не любишь? Что тут отвечать? Я со школы знаю, что любимый поэт Пушкин, композитор Чайковский, а художник либо Саврасов, который Грачей рисовал, либо Репин. Делать нечего. Пошел в библиотеку. Два дня ходил. Ты только понимал, что все это зря. Будет так же, как с Евгением Онегином. Ну выйду и забуду все нахер. Ну не буду же я ему про два своих сотрясения монгра скажу. Армия. Кому здесь нахер твое здоровье, интересно? Седьмое ноября. Торжественное построение. Потом праздничный обед. Потом все. Клуб. Лекция и кино. Ленин в октябре. Хорошая программа. Ну если бы не надо было читать про декабриста. Ну, замполит. Поднялся на трибуну. Ну морда уже красная. Подвыкал уже. Ну и начинает всякую фигню про достижения. Ну все сидят, скучают. Потом смотрю, что-то оживили. А потом вообще по коту кружу. Прислушался. Айда Замполит решил в своем докладе отметить, что каждому солдату по выходным на завтрак стали выдавать подвоица. Вот вы ее службу служить не хотите, а партия отрывает для вас от народа последние яйца. Наживи. А тогда правда с яйцами напряжена. Впрочем, как и совсем другие. А он продолжает развивать. Партия делает все возможное, чтобы каждый воин смог съесть на завтрак свои два яйца. Но народ уже со стула палит. Полечует, что что-то не так. Не по содержанию, а по форме. И под конец выйдет. Смотрите у меня, если я узнаю, что кто-то вместо того, чтобы жрать свои яйца, жрет яйца, молодых. Я слышал, чтобы доклад о достижении партии народа пользовался таким спектом. Но, видимо, наконец окончательно запутавшись со своими яйцами, решил, что пора выпускать меня. Ну, вас же программа. А теперь я рядовой питонник прочел стихотворение Пушкина про декабристов. А потом как заревет. Встать! Я аж испугался. Неужели он хочет, чтобы меня столь из-за того, что... Нет? Обошлось это для дисциплины. Встать сей! Встать сей! Успокоились! Готов воспринимать про декабристов. Мой черт. Стою. Молчу. Нифига не помню. Ну, как тогда, с Анягином? А я даже не удивляюсь. Я знал, что так будет. Думаю, вот еще минутку постою и пойду. И пошли они все. Ну, тут уже прикалываться начал. Запалить глазами, зеркать. А мне по барабану. Вот уже совсем собрался уходить. И вдруг слышу. Читай, мать твою! Хоть что-нибудь читай сгною! Ага, думаю, ладно. Если хоть что-нибудь, так будь что будет. Пушкин, говорю, был очень маленького роста. А вот кто-то... Че, меньше Мамедова? Ну, не Пульчикова! И страшный. Все его обезьяны называли, да и сам он так над собой смеялся. А краем глаза вижу, замполит так. Занервничал, заерзал. Обнувливать. Но женщин, говорю, при этом у него было немерено. Чувствую, затихли. Заинтересовались, особенно Мамедов. Продолжаю. Вон, когда я своей Наташке женился, так ей сказал. Ты, говорит, у меня 113-я. Ну, ходов тот еще был. Сдох одобрений. Чувствую, проникается аудитория интересов к личности Пушкина. А как же так получается, спрашивается? Маленький, страшный. А любая баба готова ему была дать, а? Ну, все сидят, глаза вытаращили. Даже замполит притих. А, говорю, Пушкин знал секрет. Какой такой секрет не выдержал Мамедов? Пушкин, говорю, знал, что женщина любит ушами. И важно Мамедов. Не то, как ты выглядишь, а то, что ты ей говоришь. Вот была, говорю, в Петербурге одна красавица. Ну, вот самая-самая. И все ее хотели. Вокруг нее такие мужики крутились. Графы, князья-гусары по два метра ростом. Ну, и Пушкин. От горшка два вершка, страшный от пейзажа. И вот, с этими гусарами не видно даже. И что вы думаете? Неужели... А меня уже понесло. А куда бы она, говорю, делась-то, а? Подходит, говорю, она как-то к Пушкину. И говорит, ну, напишите мне что-нибудь в альбом, а? А в то время у каждой барышни был свой альбом. Ну, типа, девицкого. И они туда, ну, всякие рисуночки, стихи собирали. Ну, фотографий-то не было. Ну, Пушкин так вот для приличия поломался. А потом написал. Такое написал, что всем этим князьям-гусарам просто нечего ловить после него. И тут я выдал то, что я знал крепко-крепко. Все в ней гармония и дива! Все выше мира и страстей! Ну, и так далее. Читаю, а сам Леру вспоминаю. Душевно прочел. Ну, конечно, никто нихрена не понял. Но слушали. Даже непонятно, чего они слушали.